Друзья, всем привет! Вы на канале о русском футболе, Russian Football. Меня зовут Антон и я продолжаю держать вас в курсе событий из нашего великого и ужасного футбола. В сегодняшнем выпуске подводим итоги всей футбольной недели. В этом видео говорим о Кузяеве, который, возможно, уже этой зимой вернется в Санкт-Петербургский Зенит. Джон Кордова подписал контракт жизни с Краснодаром, Сантос больше не легионер в РПЛ, а Артем Дзюба просится в сборную России, в которую почему-то не берут Александра Соборева. А еще в конце вас, как обычно, ждет прогноз на очередной тур российской премьер-лиги. Но прежде чем начнем говорить про новости, которые мы будем сегодня обсуждать, несколько анонсирующих вещей, которые хотелось бы мне вам сказать. Первым делом у меня большущая просьба, подпишитесь обязательно на канал. Это очень и очень важно. Я очень надеюсь, что те, кто сейчас открыл это видео и смотрит, уже либо подписаны, либо прямо сейчас подпишутся. Нужен от вас лайк, дизлайк и обязательно комментарий. Ну, то есть на выбор, лайк или дизлайк. Лучше, конечно, лайк. И важная история. У меня очень много исторических выпусков выходит. На этой неделе вышел выпуск про московский Спартак, как неожиданно кто-то подскажет. Но, в общем, вышел про Спартак из сезона 95-96. Шесть побед в Лиге Чемпионов. Я там рассказываю о том невероятном достижении Спартака. И есть такой миф, что тот Спартак мог выиграть Лигу Чемпионов. Я его там опровергаю. Поэтому обязательно посмотрите этот исторический выпуск. А сейчас возвращаемся в день сегодняшний. Кузяев в Зените. Итак, уже этой зимой Зенит может вернуть Долера Кузяева в свою команду. В руководстве петербургского клуба на полном серьезе рассматривают этот трансфер. А почему бы и не рассматривать? Долера Кузяев один из самых... Ну, наверное, вообще, Дмитрий, что значит один из самых... Самый талантливый воспитанник, который сейчас играет в футбол. Зенита имеется в виду воспитанник. Это один из лучших, если не лучший российский футболист, игравший в петербургской команде в эпоху Симака. Зенит ведь изначально не хотел никуда отпускать Долера Кузяева. Предлагал ему шикарные условия. Но у Кузяева была мечта попробовать свои силы в каком-либо другом именно европейском чемпионате. В итоге футболист пошел на грандиозные уступки по зарплате. По неофициальной информации, в Петербурге Кузяев зарабатывал 1,8 миллиона евро в год. А в Гаври куда перешел? Всего 350 тысяч. И мы еще не говорим, что в Зените шикарные премиальные за победы. Например, по информации Наира Текнизяна, на премиальные в Зените можно после каждого матча покупать однокомнатную квартиру. Зенит еще минувшим летом пытался Кузяева уговорить вернуться в Россию. Об этом заявили в руководстве французского Гавра. Якобы переговоры определенные были, но Кузяев сам отказался. Кстати, если бы, например, Далер согласился этим летом, ну, минувшим летом, перейти в Зенит, возможно, в Зените не было бы Александра Соболева. Потому что, ну, в принципе, можно было этот российский слот Кузяевым закрыть, а на место центрального большого нападающего взять, например, Джона Кордобу, с которым велись переговоры. Но в итоге взяли Соболева во многом из-за паспорта. Это, по сути, подтверждал и Сима. Технический директор Гавра Мохаммед Эль-Харазе подтверждал, что переговоры между Кузяевым и Зенитом, его папой, ведутся. Отец Далера и его советник напрямую общаются с президентом и спортивным руководством Зенита. Они отказались от их предложения прошлым летом. Игрок не хочет возвращаться в Россию, сказал Эль-Харазе. То, что Далер не хочет, это, наверное, логично и понятно. Ну, все-таки мало времени прошло, полтора года он всего лишь во Франции, и он очень хотел попробовать где-то. Но, как дела у Кузяева во Франции? Там, на самом деле, все не очень хорошо. В первом сезоне Кузяев закрепился в основном в составе Гавра, что подтверждает статистика. 33 матча в чемпионате и кубки. 2355 минут, 27 появлений в старте. Хотя высокая результативностью не отличался. Всего 2 плюс 2. Зато в остальном Далер с пользой выполнял большой объем работы на поле. При этом сам Гавр, конечно же, был в полнейшей жопе. 15 место и всего 3 очка от стыковых матчей. В этом сезоне пока все еще хуже. 7 поражений в 10 играх, 9 очков и предпоследнее место в зоне прямого вылета Гавр. Все плохо и у самого Кузяева. Последний выход с первых минут был 22 сентября. В игре против Монако, где Гавр хоть и проиграл 1-3, но Кузяев сумел забить гол. Следующие 90 минут Далер набрал только за 5 матчей. 31 минута с Лилем, 26 с Брестом, 24 с Леоном, 9 с Монпелье. Вот так по нисходящей пошла карьера у россиянина во Франции. Был еще пятый матч с Реном, но Кузяев даже в заявку там не попал. В Гавре перед этим сезоном сменился тренер и Кузяев стал не в фаворитах ходить у нового специалиста. Абсолютно типичная история для российских футболистов. Как всегда, хорошо начинают, а потом медленно-медленно, а иногда и быстро-быстро сдувается. То же самое происходит и с Кузяевым. Где объяснение этим, вот таким историям? Ведь по сути каждый, практически каждый российский футболист вот так вот выступает в Европе. Приходит, играет, а потом сдувается где-то на скамейке запасной. У меня вот мое дилетантское мнение, мы с ребятами это обсуждаем. Ну по всей видимости физика. Я не знаю, но реально мы слабее, точнее не мы, а наши российские футболисты. Как будто просто физически слабее и не могут на дистанции, на длинной дистанции выдержать то, что делают в ведущих лигах. При том, что тот же Кузяев играет в одну из худших команд Франции. Кузяев плановерно по цифрам шел к запасу Гавра. И здесь суперудивительного тоже ничего нет. Безусловно, возможная смена тренера в Гавре может что-то изменить. Но вряд ли надолго и кардинально. Будет неправдой сказать, что Кузяев сделал себе какое-то имя в Европе. Есть большие сомнения, что спрос на полузащитника будет там. А играть во второй французской лиге смысла ну совсем же нет никакого. Может ли Зенит сейчас усилить запасной одной из худших команд Франции? К сожалению, да. К сожалению, по отношению к лиге. Да, РПЛ такая, что футболист, играющий в одной из худших команд Франции. И даже там малоиграющий, сидящий на замене. Приедет сейчас Далер Кузяев в Зенит в Россию. Я убежден, он будет лучшим. Он пригодится Зениту. И дело в том, что он же еще универсал. Как минимум, Кузяев может закрыть много проблемных позиций в Зените. Право защитника. Легко. Сейчас травмирован Волков. Есть Караваев, есть Монтуан. Но вот как раз таки лимитная история. Кузяев может играть в центре полузащитника. Кузяев может играть под нападающими. И еще очень важная история. Он лимитчит. Почти уверен, что этот трансфер состоится. Вопрос, когда? Зимой или следующим летом? Ну вот, мне почему-то кажется, процентов 80 на зиму и 100% на следующее лето. Кузяев очень нужен Зениту. И здесь готовы платить. Что касается мечты Далера пожить, поиграть в Европе. Ну, по сути, он ее же осуществил. Полтора года поиграл. Сейчас можно вернуться в Россию. Два-три сезона попылить в Зените. Заработать денег. Но если тебе так понравилось жить в этой прекрасной Франции, то спокойно через два-три года, заработав деньжат еще немного, можешь вернуться там, не знаю, во вторую-третью лигу и спокойненько там закончить. Так что болельщикам Зенита приготовиться. Далер Кузяев скоро вернется в их команду. Так, ребят, я в каждом выпуске вам напоминаю, но мало подписывается людей на мой телеграм-канал. Вот появляется здесь сейчас QR-код. Обязательно туда переходим и подписываемся. Во-первых, я не знаю, что будет в России с Ютьюбом. Всякое может произойти. И благодаря тому, что вы будете подписаны на меня в телеграм-канале, мы с вами никуда не потеряемся. Это самое главное, самое первое. Плюс в телеге моей вот эти все новости, которые за эту неделю произошли, которые я вот к концу недели только выдаю здесь на Ютьюбе, они там уже все написаны, про это все поговорили, пообсуждали. Поэтому обязательно подписывайтесь, там весело и интересно. А еще там огромное количество в закрепе подарков от моих друзей. Просто приходите и забирайте. Помните, мои друзья делают разницу. Главная новость минувшей недели в российской премьер-лиге это продление контракта Джона Кордобы. Краснодар переподписал колумбийца аж до 27-го года. Цифры абсолютно разные. Там и 4,7 миллиона евро, и пятерка. И кто-то там про три говорит, про четыре. Но тут важная история. Не давайте себя никому обмануть. Те люди, которые вам рассказывают, что Джон Кордоба разлил контракт и остался на такой же зарплате, которая у него была, вам, естественно, врут. Такого не может быть, что он там якобы на бонусы какие-то подписался. Естественно, колумбийцу насыпали, наверное, плюс-минус то, что он хотел в свое время от Спартака, то, что он хотел в свое время от Зенита. Он получил эти денежки. Может быть, там какая-то бонусная система, безусловно, есть. Но, конечно, он получил очень много фикса. Краснодар летом готов был отпустить Кордобу сначала в Зенит, потом в Спартак, но Краснодар великолепно стартовал в чемпионате. Сейчас является лучшей командой, идет на первом месте. И, по всей видимости, это стало главным триггером для Галецкого и его команды. Деньги там есть. Это все понимают. Поэтому стало понятно, что Краснодар в этом сезоне реально может выиграть титул, потому что Зенит как будто бы уже не тот. И решили уж гулять да гулять. И заплатили много денег Джону Кордобе. Краснодар действует абсолютно по системе футбольного клуба Зенит, который при этом все, вся страна, вся Россия называют убийцей российского футбола. Я сейчас не пытаюсь там за Зенит выделить или Краснодар. Я все-таки призываю к объективности. Потому что это то же самое, как Зенит переподписывает по 10 раз контракты с Венделом Клоузинио. Так и здесь Краснодар делает то же самое с Кордобой. Кордобов сейчас, между прочим, если не самый высокооплачиваемый игрок лиги, ну как минимум в тройке, а скорее всего даже самый высокооплачиваемый. Поэтому это абсолютно такая же история. Вот и все. И лично я не понимаю, зачем это там делается, зачем это здесь делается. Для меня это все дичь, особенно в нынешней формации. Но я поэтому, наверное, не руковожу клубами. В клубах понимают, что на сегодняшний день такого Джона Кордобу ты не привезешь в Россию. Такого Вендела ты не привезешь в Россию. Такого Клоузинио ты не привезешь в Россию. Поэтому лучше накинуть им чуть-чуть зарплатки, продлить контракт и спокойненько бороться за титул. Здесь, наверное, руководителей клубов понять можно. Ну а почему в российский футбол, который отстранен отовсюду, вкладывается так много денег? Эту загадку, мне кажется, будут наши потомки разгадывать. Если ее вообще возможно разгадать. Буквально за несколько часов, перед тем, как я сел записывать этот ролик, Валерий Георгиевич Карпин объявил состав сборной России. А еще на этой неделе Артем Дзюба прямым текстом попросился в сборную страны. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной. Согласился бы сыграть с Брунеем и Сирией, я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную – это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, почему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю – по гимну своей страны. Преводит слова Дзюбы в Мачтеве. Артем Дзюба почувствовал запах рекордов. Ему совсем немного осталось, чтобы стать лучшим бомбардиром вообще, в принципе, в истории российского футбола. Но в сборной России у них полное равенство с Киржаком. 30 и 30. Хотя Дзюба провел, ну, почти в два раза меньше матчей. И вот так вот, если подумать, можешь считать себя лучшим бомбардиром. Но ему, конечно, важно забить этот один гол. С одной стороны, вот лично я против ничего не имею. Я думаю, что общество разделилось. Те, кто Грунг Зюбу там любит или нейтрально, скажем, да ладно, какая-то сейчас такая родится. Он там Чалова вызывает. Чалова из Палока. Не понимаю, что он там делает, но его вызывает. Поэтому, в принципе, можно и Дзюбу вызывать. Те, кто Дзюбу там не любили, они, конечно, это все в штыки воспринимают. Хотя вот эта история, мне чуть-чуть непонятно. Дзюба выходит с вот этим лейтмотивом. В Телеграмме появляется несколько материалов. Мол, да, позовите Дзюбу. И нигде не звучит имя Карпина. Ведь, по сути, решает Карпин. Такое ощущение, что Дзюба как будто через голову перелезает. Хочет, чтобы кто-то там надавил Карпина. Либо нам просто не говорят. А там между самим Дзюбой и Карпином были или есть какие-то переговоры. Но на матче с Брунеем и Сирией Дзюбу не вызвали. У нас же, помните, в 2018 году была очень похожая ситуация. Был главный тренер сборной. Станислав Черчесов был Игорь Денисов. И тогда вся общественность требовала, оказывала давление на Черчесова. Известно, что Виталий Мутко там пытался разговаривать с Черчесовым. И убедить его взять Денисова на чемпионат мира 2018 года. Денисов потом дал большое интервью. Где сказал, я хочу играть за сборную. Хочу защищать страну. Готов пожать руку Черчесову. Но не готов извиняться. Здесь у Дзюбы вообще про Карпина ничего не звучит. И тогда Черчесова, естественно, переломать не смогли. Он не взял с Рону Денисова на чемпионат мира 2018 года. И сыграл прекрасно без него. Смогут ли переломить Карпина? Ну, мне кажется... Ну, не кажется, я уверен, что нет. Я думаю, что если кто-то попытается заставить Карпина пригласить Дзюбу в сборную, он, конечно, пошлёт. И вот в этом мне непонятно. Вот это публичное заявление Артёма. Хотя я говорю, что я-то не против, пускай играет в сборной и забивает свой рекордный гол. Я просто не понимаю, почему это как-то без Карпина в публичной обстановке происходит. Просто там, типа, вот я даю интервью, да, появляются статьи какие-то. Идёт какой-то переговорочный процесс. Ну, сразу, мне кажется, надо сказать, готов поговорить с Валерием Георгиевичем. Вот так и так. Хочу побить вот этот рекорд. Вызовите меня. Ну, как-то вот другого. А то фамилия Карпина-то вообще не звучит. Состав сборной на величайшие матчи против Сирии и Брунея обсуждать смысла нет. Хотя есть два момента, которые меня удивляют. Во-первых, 9,5 тысяч километров, который Алексей Миранчук пролетит ради этих матчей. Но я допускаю, что Миранчу нужно в Россию, там какие-то дела, может быть. Поэтому он решился ехать, потому что он в здравом уме ехать на матчи с Сирией и Брунеем из Северной Америки сюда. Ну, такое себе. Давайте будем честными. И я вчера у себя в Телеграм-канале, еще раз напоминаю, подпишитесь на него обязательно, задался вопрос. А почему Александра Соболева не вызывают в сборную? Кто там из форвардов, которые у Карпина есть сейчас? Мусаев, Тюкарин, кто там еще? Чао, Чао Фосполока. Ну, Соболев-то не сильно хуже всех их остальных. А может где-то даже лучше. Мне вообще, серьезно, все равно, будет ли Александра Соболева в сборной или не будет. Но мне любопытно, почему год назад последний раз он выходил на замену в матче с Кубой. И все, целый год он не играл. У меня даже закрались мыслишки. Видите, и тренер сборной, и сам игрок, они такие. Умеют в конфликты, а не случилось ли там какого-то конфликта? Давайте попробуем раскачать лодку. Как, кстати, думаете, может быть какой-то конфликт между Соболевым и Карпина? Почему его год не вызывают в сборную? Я, кстати, вчера был на футболе в матче Ахмата и Зенита. В одну калитку Зенит выиграл, но даже не это. Важное, важное другое. Во время матча топ-новость, которая затмила, в принципе, результат этой игры, которая особого значения не имеет. Мы понимаем, что в этом кубке можно 10 раз проиграть, все равно быть в финале. Новость-то вот в чем. FIFA разрешил Дугласу Сантосу поменять спортивное гражданство. Первое, удивительно, что Сантос, еще раз говорю, 3 месяца назад, я потом писал, говорил, что мечтает играть за сборную Бразилии. Ну, теперь он, по сути, соглашается не играть за сборную Бразилии. Хотя, опять же, нужно какие-то вот эти юридические моменты понять. Если Сантос за сборную России не сыграет, а его позовут в сборную Бразилии, сможет ли он играть за сборную Бразилии? Вот, кстати, очень интересный вопрос. Сантоса, кстати, в сборную пока не вызвали. В общем, Сантос больше не легионер, и в теории у «Зенита» может на поле вообще не выйти российских футболистов. Казахстанец Али, Дуглас Сантос и вратарь. И, в принципе, можно использовать только иностранцев. Каждый к этому может как угодно относиться. Я видел вчера там подписи «А как в Краснодаре? А как в Спартаке?» Ну, я вообще вот эту историю не люблю. Мы говорим про «Зенит» сейчас, поэтому история про «Зенит». Как к этому относиться? Моя история про натурализацию, она достаточно последовательная. Ну, то есть я не считаю, что паспорт Российской Федерации надо раздавать всем направо и налево. И вот ситуация с Дугласом Сантосом, ну, мое мнение, нет, такой натурализации не должно быть. Еще я в «Телеге» у себя опубликовал пост Максима, КБ «Телеге», о том, вот как они все в Москве озаботились о воспитанниках «Зенита». Ну, вот здесь я абсолютно, конечно, не согласен. Точнее, я понимаю, что люди врут. Они пытаются выиграть вот там в «Зените» одни бразильцы. Они хотят выиграть любой ценой. А кто не хочет выиграть любой ценой? Ну, по-моему, это нормально. Рассказывают, как они в нулевые болели за «Зенит» и любили его. Этот «Зенит» с Аршавиным Киржаковым. На самом деле, любили только ровным счетом за одно. За то, что «Зенит» ничего не выигрывал. И вообще, во всей этой ситуации я не защищаю «Зенит». И опять же, кто давно на меня посписан, знает, что я за наших мальчиков. Чтобы в «Зените» играли ребята с нашего двора. И там, не знаю, седьмое, восьмое, девятое чемпионство. Не то, чтобы мне все равно, но как-то, ну, уже не сильно-то трогает, будем честными. И я бы хотел, чтобы было больше наших пацанов. Чтобы тот же Козлов условный не уходил в Краснодар, а хотел играть в «Зените». Для этого нужно создать определенную ситуацию, определенную, там, не знаю, структуру в «Зените» какую-то. Чтобы он просто, он хотел остаться здесь, в Петербурге. Я бы хотел, чтобы это было так. Но вот эта история, там, вы покупаете всех, хотите выигрывать любой ценой. Мне, знаете, что здесь не нравится? То, что болельщики других команд, они уже несколько лет живут в такой парадигме. Мы не хотим, чтобы «Спартак», «ССК», «Локомотив», «Динамо» становились сильнее. Мы очень хотим, чтобы «Зенит» становился слабее. Вот эта история мне непонятна. Ну, то есть, ведь по факту, там, никто, вроде, от них не откажется, если у них будет, там, 10 бразильцев, где-то не выиграют чемпионство. Краснодар же играет 10 латиносов, и всем по барабану. Но все равно, когда идет обсуждение «Зенита», я не защищаю сейчас «Зенит», но все равно, когда идет обсуждение «Зенита», идет важная история. Все хотят, чтобы «Зенит» становился слабее, а не их команда, за которую они болеют, становилась сильнее. Для меня эта логика безумно странная. Ну и в финале этого выпуска прогноз на 15-й тур чемпионата России завершается первый круг. Клокомотив «Факел» 1-1, «Динамо-Махачкала-Оренбург» 1-1, «Ростов-Химки» 3-1, «Динамо-Нижний Новгород» 0-0, «Крылья Советов ЦСКА» 1-2, «Спартак-Акрон» 4-1, «Ахмат-Зенит» 1-2, «Рубин-Краснодар» 0-0. А да, я почти уверен, что Краснодар очки потерял. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы, по сути, разобрали все главные новости из российского футбола за эту неделю. Подписывайтесь обязательно на канал. Рассказываю, что в ближайшее время на канале, в понедельник, уже второй понедельник подряд, и теперь традиционно 20.30, либо 21.00 стартует мой стрим. Прямо вот отсюда, со своей студией. Мы с вами будем подводить итоги, обсуждать новости. Понедельник, ну давайте 21.00. Понедельник 21.00. Прямой эфир будет и в Ютьюбе, и ВКонтакте. И, возможно, даже я заведу Твич. Подписывайтесь на канал. Еще у меня исторические ролики про Спартак, про сборную, много-много чего. И ролик будет еще исторический во вторник. Правда, еще пока не решил какой, но будет. Спасибо большое, что смотрите. Всех обнял, приподнял. Пока. Хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok